Это ты говоришь круто, то есть всё должно быть вот так, а ты ещё и воду лил, чёл, ну ты серьёзно что ли со всем этим? Начала там, вот я не знаю, в таргетированную рекламу вкладываться, тем более в GTA CRMP, но это абсолютно точно не надо. Light роли-плей сервера есть, Medium роли-плей сервера есть, Hard роли-плей сервера, и видимо отыгрываешь свою роль, чуваки, типа тоже такие. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Наверное, один из самых обсуждаемых и самых таких, знаете, интересных проектов на моём канале, это BlackRush. Вот когда я её обсуждаю, когда я о ней что-то рассказываю, когда там какие-то вот эти вот все события происходят, и я вот там, знаете, рассказываю, что вот на BlackRush это, на BlackRush это, ролики набирают такое, знаете, нормальное количество просмотров, разумеется, нормальное для меня. Для остальных людей это типа, бля, чел, у тебя что, 4000 подписчиков и 500 просмотров? Нет, ну это, подожди, нет, ты это серьёзно? 4 тысячи подписчиков, 650 видеороликов и 400-500 просмотров, типа, чел, ты чё, серьёзно? И этим ты гордишься? И вот это ты говоришь круто? Да. И что дальше? Ну вот что вы мне сделаете? Что? Да, вот мне нравится там 400-500, может быть, там, я не знаю, 1000 просмотров, если когда-то там иногда набирается, когда-то она там вот на каких-то роликах присутствует, я такой, типа, блин, а это же круто, это же нормально. Просто понимаете, малолетние дебилы, они же не понимают, что роликов у меня выходит много, и кто-то, возможно, не успевает их посмотреть, кто-то, возможно, там, я не знаю, тема какая-нибудь неинтересная, кто-то, возможно, там, не знаю, уведомление не пришло, ещё что-нибудь, то есть факторов много, и иногда ролики набирают много просмотров, иногда они набирают мало просмотров, ну что с этим поделать-то? Я вообще удивлён, что на мой канал, знаете, подписано 4000 человек, это прям, ну, это замечательная цифра, мне она очень нравится, и я прям вот облагодарен всем и каждому, кто подписан на мой канал, и кто, возможно, там, я не знаю, поставил колокольчик, включил уведомления, сделал прочие вещи. Так вот, давайте уже не будем с этой подводкой затягивать, потому что постоянно говорят, мол, чел, блять, у тебя воды в роликах больше, чем в моём дипломе. Ну, во-первых, непонятно, зачем ты в дипломе воду лил, там, знаешь, надо всё расписывать так кратко, по полочкам, и чтобы все понимали, когда ты там всё это рассказываешь, когда ты защищаешь диплом, то есть всё должно быть вот так, а ты ещё и воду лил. Чел, ну ты серьёзно, что ли, со всем этим? Стыдно должно быть о таком рассказывать, о таком признаваться, но это, это просто ужас. Так вот, о чём мы сегодня тут с вами поговорим? Блокраш, вот что там в Блокраше? Обновление, может быть, какое-то, а если я вам скажу, что нет? Ну что, Блокраш, да, вы уже, наверное, догадались и по названию, и по какому-то вступлению, и по моей вот этой вот всей речи, клоунской, возможно, немного, да, ну такое иногда бывает, что у Блокраша открылся новый сервер. Всего у них там, знаете, было 4 сервера, вот на этом, на их вот этом вот всём большом проекте. Сейчас открылся пятый сервер, и у них, знаете, там сервера, подобно адвансеру или плей, они помечены цветами, там, блю, грин, может быть, я там, не знаю, оранж, вот это, ну, в общем-то, вы поняли. И вот так у них там всё происходит, не знаю, какой сервак у них открылся сейчас, да мне, в общем-то, это и не особо интересно, потому что, ну, типа, открылся я открылся. Гораздо более интересны реакции людей на то, что сервер открылся, и вообще, чуваки такие, в самом деле, вот вы знаете, не только я один такой, потому что есть много людей, которые сидят и реально недоумевают, что это, блядь, за проект, что это, вообще-то, откуда он появился. То есть, все знают, что там есть какая-то барвиха РП, все знают, что есть ещё какие-то сервера, проекты и всё прочее. Ну, то есть, то, как залетело вот во всю эту КРМП сферу Блэк Раша, это просто невозможно. Ты просто такой смотришь, думаешь, чуваки, вы серьёзно, вот это вот всё, как вы вообще сюда залетели, как вы собрали такой онлайн, как вы вообще всё это сделали, вот это лично для меня непонятно. Потому что я иногда смотрю, думаю, блядь, а как вы такое сделали? Как вы вообще всё это проворачиваете? Ну, типа, ну, что это в самом деле? Вот мне лично вот это вот всё было непонятно, однако, ну, типа, видимо, как я понял, по всей видимости, Блэк Раша была то ли первым, то ли одним из первых КРМП антроид вот этих вот всех серверов. И тем самым она заняла свою нишу, начала там, знаете, закупать рекламу так активненько, начала там, вот, я не знаю, в таргетированную рекламу вкладываться. У той же самой Эвы Эльфи, я думаю, что если кто знает, тот знает, кто не знает, тот поймёт, кто это такая, вот у неё ещё заказывали рекламу. И, типа, вот это вот всё, знаете, повлияло, общий какой-то образ сложило, плюс в самповских СМИ постоянно писали о Блэк Раше, вот Блэк Раше то, Блэк Раше это, Блэк Раше делает то, Блэк Раше делает это. И по итогу вот у всех, знаете, на слуху она была, однако, многие люди жалуются уже даже не на оптимизацию, а на то, что вот просто, знаете, карта, она очень большая, и по ней просто нечего делать. То есть такое чувство, что она просто, так, знаете, создана такой, и вот ты едешь, и в основном там какие-то одни леса, одни какие-то поля, и вообще чуваки такие, типа, Блэк, а в чём проблема? Почему нельзя было их там, знаете, как-то населить, заселить, чтобы там, ну, не было вот таких вот всех полей вот пустых? Дело в том, что, наверное, люди никогда не играли в КРМП на компьютере, потому что я вот удостоился такой чести, и мне лично вот всё это не понравилось. Вот этот вот весь экспириенс от всей вот этой вот, я не знаю, КРМП, это, это был просто ужас. Возможно, люди ещё там, знаете, не ездили никогда межгород, там, по России-то, знаете, на машине, на Блаблакаре, может быть, прочих вот этих вот всех вещах, и не знают, что когда ты едешь из одного города в другой, там примерно вот то же самое, что и на КРМП-серверах, в частности, на Блэкраше, потому что, ну, там реально, там одни вот эти вот все лесистые поля, лесистые вот эти вот все местности, и люди же всегда, вот знаете, когда говорят про какие-то ролеплей-сервера, то ли в GTA Sampe, то ли в GTA КРМП, вообще не важно, где они обо всём этом говорят, они постоянно вот высказывают такое мнение, такое суждение, что вот, нам нужен ролеплей, вот дайте нам весь этот ролеплей, мы хотим, чтобы было вот прям, знаете, по ролевому, чтобы было всё круто. И постоянно вот на серверах, на которых нету этого самого какого-то эфемерного ролеплея, они говорят, мол, слушайте, чуваки, а почему вот у вас РП нету? Вот на какой-нибудь, там, не знаю, Барвиха, РП, там вот эти вот все прочие проекты, все прочие сервера, вот там есть ролеплей, вот там реально, ты можешь зайти, начать отыгрывать, всё это поддерживают, всё это сделают, я всегда на всё это отвечал, говорил, мол, чуваки, блять, вам этот ролеплей нахуй не нужен, это полное говно для долбоёбов, тем более в GTA КРМП, но это абсолютно точно не надо. Разумеется, я, кстати, не знаю, а у Black Rush вообще есть приписка ролеплей? По-моему, там просто Black Rush идёт, но если там есть приписка ролеплей, тем не менее, ну типа, вот постоянно люди начинают возмущаться, мол, блять, ну вот если у вас нет ролеплей, уберите тогда приписку ролеплей, да, из названия проекта, из названия сервера, чтобы вот этого всего, всей путаницы не было. И они ещё и забывают о том, что есть Light ролеплей сервера, есть Medium ролеплей сервера, есть Hard ролеплей сервера, и, видимо, Black Rush, там, и Барвиха ролеплей, вот все вот эти вот прочие проекты, все вот эти вот прочие сервера, они относятся как раз-таки к вот этому вот всему Light ролеплей, и они не претендуют на то, чтобы там отыгрывали каждый чих, каждый пук, чтобы там вот всё было вот так вот отыграно, Это нахуй никому не надо, это заебывают Поначалу может быть да, интересно, прикольно Типа ты там отыгрываешь свою роль Чуваки типа тоже такие соблюдают все вот эти вот свои роли И вы типа играете такие О, о, а я бандит, слэш ми достаю там пистолет Слэш ду выстрелил, слэш трай удачно Вот это вот все прочее, но это разумеется хуевая отыгровка Никогда так не делаете Тем не менее, я думаю, что пример вы плюс-минус поняли О, а я обычный мирный житель Слэш ми поймал пулю в лоб Слэш ду пуля во лбу А трай удачно умер Там, я не знаю, еще что-нибудь вот наподобить того Это нахуй никому не надо и это полное говно Для конченных долбоебов, уж поверьте мне Я в GTA сам поиграю давно Я играл еще и в GTA к РМП И вот я знаю, о чем я говорю Разумеется, есть такой, знаете, пласт людей Мазохистов каких-то, которые такие типа Ну да, как бы, вот Мы хотим ролеплея, мы хотим вот этого всего прочего Нам все это нравится, а ты и дальше Там зарабатывай вот эти вот свои деньги Фармись, долбоеб, а мы вот, знаете Господа, бояре, вот эти вот все Дворяне, мы вот будем, знаешь, вот это вот Отыгрывать рулиплей, а ты там дальше сиди И что я им могу ответить? Да, буду сидеть А еще, я играл на проекте Arizona, рулиплей феникс, айпи Мой никнейм, мой промокод, все прочие вещи Они находятся в описании Заходите, вводите и играйте на Arizona, рулиплей феникс Спасибо большое всем за просмотр Оставайтесь такими же людьми У меня, кстати, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал Переходите туда, там вот будет Вся информация, если вдруг там, я не знаю Страничку ВК, заблокируют канал, заблокируют Твиттер, заблокируют Все заблокируют, а останется только телеграм Поэтому переходите туда, подписывайтесь И будьте в курсе всех событий Всем до свидания И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok